Василий, скажи, ты когда к нам в общину ходил на трапезе, садился со всеми и все время дольше всех ел. Все выходят, а ты дальше продолжаешь есть. Почему? Жевать трудно. Потом тебе Игнать Тихонич сделал замечание выходить со всеми из-за стола. Ты выходил или продолжал есть? Продолжал. Продолжал. Но как, ну все выходили и ты выходил, я же помню это. Когда-то продолжал, там сестры тебе по доброте душевной давали, но было такое, что не давали. И ты со всеми выходил из-за стола, молился. Было же такое? И потом дальше и не ел. Было такое? Ты в этот момент голодный был? Конечно. Не наедался ты, да? Нет. То есть тебе, чтобы наиться, нужно сколько времени? Ну, часа три. Часа три. Чтобы наиться, да? Вот. И ты говоришь, что у тебя нет зубов. Вот. Ну-ка, открой рот еще раз. Вот. Вот. Вот там пеньки. Вот. Вверху пеньки здесь зубы. И внизу зубы. То есть вот этой вот стороной десной жевать пищу можно. Одной стороне. Вверху пеньки. Ну-ка, подожди, открой еще, дай я там посмотрю. У меня десны воспалены. Посмотри. Вот. И здесь зубы. Вот. Сверху зубы здесь зубы. Жевательные зубы есть. Десны воспалены. Болезненно жевать. Вот. Зубы есть. То есть тебе больно жевать. То есть, знаешь, у тебя зубная больная. Болят десны. Болят десны, да? А зубы болят? Зубы. Во время жевания, вот когда пищу зуб на зуб. Ну, зубы не болят. Зубы не болят, да? А когда пища на десны попадает, тогда болят? Или вообще потом? Десны болят. Десны воспалены. Воспалены, как когда? Во время еды или после еды? Когда десны... Постоянно воспалены. Десны, когда воспалены, и их, когда чистишь зубной щеткой, то они кровоточат. Да я не чистишь. Ты не чистишь никогда. За зубами не следишь. Вот. Пополоскаю так. Вот. А когда поешь, они у тебя болят, десны-то? Во время еды. То есть, когда ты едишь, ты три часа нестерпимой боли испытываешь, да? Ну, вначале сильно больно, а потом как-то... Ну, сколько минут тебе больно? А сколько минут не больно? Да, постоянно больно, но... Ну, вот ты три часа ешь. Ты говоришь, вначале больно, а потом не больно. Ну, больно, но потом как-то не так ощущаешь её. Ну, уже как-то... Потом, через сколько времени? Да, боль-то постоянная, но как-то терпение уже как-то... Ну, смотри. Перетерпевает. Вот. Ну, а ты бы не хотел эту боль сократить по времени? Так я хотел бы избавиться, но... Ты хотел бы избавиться? Ну, раз дёсна воспалены, ты их лечить не хочешь, ты к врачу не идёшь, вставлять там ни мосты, ничего не хочешь. Вот. Я тебе говорю, ну, вот смирился с этой болью. Ты три часа ешь, тебе три... Ты когда не ешь, тебе не больно же уже? Только когда... Когда ешь, тебе больно. Вот сейчас ты сидишь, тебе больно? Ну, дёсна. Ну, языком... Ну, если не брать языком, больно? Ну, так не больно. Ну, так не больно. Языком прикасаешься, больно. Ну, вот, когда говоришь, больно? Ну, когда это... Вот языком прижимаю... Вот, вот... Ну, если не прижимаю, ну, понятно, это... Это переднее, вот здесь дёсну... Да, понятно. Вот. А когда... Не прижимаешь языком, вот сейчас ты не говоришь, молчишь, не больно. Ну, так не больно. Не, не больно. То есть только боль в момент соприкосновения пищи или языка к десне. Вот. И ты, когда вот ешь, тебе больно, и ты эту боль хочешь растянуть на 3 часа. Так как растянуть-то? Ну, как? Вместо того, чтобы тебе поесть, например, за 15 минут... 15 минут больно тебе поел, всё, напихал туда в полный желудок, всё, запил это водой, разбавил. Всё, зачем твёрдую пищу есть? Можно манную кашу, пожижи съел, вылил туда её всё. 5 минут достаточно. Я вчера ролик смотрел, там, на Украине, рабы в Польшу поехали, они жалуются. Спать разрешают 2 часа, а на еду 5 минут. 5! Нигде такого рабовладельца не было. 5 минут всего дают на еду. Дальше опять работают. У тебя 3 часа уходит. Сколько ты раз в день ешь? Ну, один. Да не один. Ты утром ешь? Ну, без тебя-то ел один раз. Два. Утром и вечером ты, когда у меня жил, всегда... Утром всегда ты завтракал и всегда ужинал. Чё ты говоришь, один-то? Без тебя, я говорю, один раз. Да без меня теперь ты в мой монастырь попал. Ну, час два раза. Два раза ешь. То есть у тебя утром уходит 3 часа и вечером. Шесть часов ты за столом сидишь. Ну, часто, побыстрее. Побыстрее. Вот. То есть сейчас ты не 3 часа ешь, а часа 2 примерно, да? Так где-то. Ну, ты вот за 3 часа, например, дома у себя съедал килограмм пищи. Но за 2 часа, понятно, при такой же скорости жевания, конечно, ты съешь, ну, грамм 700. Не, ну, килограмм, там, килограмма 2, наверное. За 3 часа 2 килограмма ты съедал дома, да? Ну, скорость жевания, если одинаковая, то чем больше ешь, тем больше килограммов пищи в тебя входит. С этим согласен? Согласен. Поэтому, чтобы за меньшее количество времени в тебя вошло большее количество пищи, чтобы голодным-то не быть, что нужно сделать? Лечить. Для чего? Лечиться. Ну, лечиться для чего? Ну, как для чего? Чтобы быть здоровым. А для чего быть здоровым? Ну, ты вылечишь сейчас зубы, и как ел 3 часа, и так и будешь 3 часа есть. Ты же уже привык к этому. Не, ну, если зубы был, так я жевать-то буду. Жевательный процесс будет сокращен. Сокращен будет. Хорошо. А если заранее пищу уже кто-то тебе измельчит, разживет, а тебе просто ее проталкивать, как я тебе всякий раз... Ну, ты же... Вот у тебя суп, там сухари. Их же жевать не надо, и суп-то не надо, он же мягкий, размоченный. Чего их жевать? Они уже разжеванные. Ну, сухарь в воде, чего его жевать? Проглотил его, и все. Не, ну, пища должна быть разнообразной, не однообразной. Ну, понятно, разнообразной, но тебе никто не говорит. Ты сегодня можешь сухари размельчить, завтра манку, послезавтра овсянку, потом гречку, потом пшенку. Тебе никто на однообразие ничего не говорит. Только надо же и рыбу, и мясо. И рыбу можно, все можно на мясорубке ложкой размельчить. Есть такая вот еще... Миксер, знаешь такая штука? Не пользовался. Не пользовался. А вот Раиса Николаевна, она постоянно, она вот... Дочка и наварит, она в миксер, такая крутится, вот так вот все. Все, пища измельченная, она как манка, любая. Ты манку ел хоть раз? Жидкую? Конечно. Вот. Вот, допустим, тебе килограмм манки съесть, и килограмм... ...картошки вареной. Чего ты быстрее съешь? Манку. Почему? Ну, картошка там, крахмал, она более сухая. То есть, ее жевать надо, да? Сухая, клейкая. А манку жевать не надо. Ну, манку не надо. Вот. Ну, а ты картофельную кашу ел хоть раз? Ну, картофельная... Толчонку. Ну, ее надо с маслом. Ну, с маслом, конечно. Ее можно и целую с маслом. Ты маслом заправляешь картошку или сухую ешь? Да, я так... Ложечкой чайной... Отколупываешь ложечкой и чанкаешь? Ну, зачерпываю. А толчонку ты хоть раз сделал себе сам? Картошку вот так вот ее толкут? Да, я считаю, это самая вредная пища толчонка. Почему? Ну, почему? Ну, все там это... Убиваются. Все витамины. Чем? Ну, как? Ну, ты же ее все перетираешь. А так цельно все витамины остаются. Ну, хорошо. Ты целую картошку положил в рот. Ты ее зачем перетираешь зубами? Ну, и глотай ее, чтобы витаминов больше было-то. Чего ты ее чанкаешь 3 часа? Зачем? Слюноотделение идет. Оно все это... В желудок начинается со рта. Ага. Слюноотделение идет. Все это перемешивается. Вот. Понятно. Понятно. То есть... Подожди. Когда ты целую картошку с витаминами кладешь в рот, начинаешь ее жевать. Вот. Ну, идет слюноотделение перемешивается. Слюноотделение. Ферментация идет это все. Что идет? Ну, ферментация. Все это перемешивается. Витамины? Слюноотделение с пищей. Витамины. В картошке есть витамины, да? В целой. Ну, как бы подготавливается во рту для желудка эта пища. Ну, со слюноотделения. Мы сейчас про витамины. Ты говорил, что в целой картошке есть витамины. Ну, побольше, чем в перетертой. Больше, чем в перетертой. То есть, во время того, когда картошку толкут, и толкушкой-то эти, они, витамины, все из нее вылетучиваются. Ну, витамины, ну, эта пища, как бы, она убивается. Ну, как, ну, килограмм картошки, ты ее растолок, он как килограмм остался, куда? Как? Я не знаю, я не верю, что они оттуда, из-за толчения витамины... Не о витаминах речь, а о пользе. Не про то, что она быстрее портится в толченном состоянии. Где портится? В толченном состоянии. Ну, где? В холодильнике или где? Ну, и в холодильнике, наверное, так же. Ну, ты смотри, сварил, если у тебя зубов нету, ты почи... Ну, в целом состоянии она дольше сохраняется. Где сохраняется-то? В холодильнике? Ну, в холодильнике можно и... Ну, хорошо. В комнате? Ну, нет. Нет, в комнате она быстрее портится. Ну, ты... В комнате быстрее портится. Вот давай про слюноотделение. То есть, ты веришь, что пища должна быть тщательно пережевана? Ну, конечно, слюноотделение... Слюноотделение, хорошо. Подготовить варту пищу для желудка. Понятно. Но желудок с рта натянует. Вот. Хорошо. Картошку толченую, пережеванную, надо ли жевать? Ну, чтобы слюноотделение... Чтобы слюноотделение надо. То есть, любую пищу, жидкую, твердую, все равно ее надо перечамкивать, 3 часа сидеть чамкать ее. Ну, ну... Так, да? Чтобы она, чтобы витамины все были, чтобы желудок усвоился, чтобы геморроя не было, чтобы все... Не, ну, если в толченом состоянии, это, конечно, побыстрее. Это когда твердо, долго жевать. Не, ну, побыстрее, это... Тогда, если ты ее в толченом состоянии проглотишь, тогда слюноотделение не будет, тогда она у тебя не усвоится, или что? Она тогда без витаминов будет, вредная, плохая будет у тебя. Ну, так все равно, я некоторое время-то пожую. А сколько раз... Слюноотделение не зайдет. Сколько раз нужно оживнуть, чтобы достаточно было, чтобы слюноотделение было? Количество оживков на одну ложку, сколько должно быть? Ну, минимум 10 должно быть. Независимо, какая толченая картошка или целая. Да, толчен... это... целую картошку надо дольше жевать. Пока ее, это... Ну, разжуешь пока ее... То есть, минимум 10, это уже для пережеванной пищи, то есть, тебе нужно ее 10 дней жевнуть толченую. И кашу мамы тоже 10. Ну, чтобы слюна выделилась. А зачем, чтобы слюна выделилась? Ну, для желудка... Ну, для желудка... Ну, если желудок со рта начинается... Слюна выделяется для того, чтобы... А для чего нужна желудку слюна? Чтобы... чтобы что? Ну, так пища смешивается со слюной... Ну, и желудок как бы это... Легче это переваривает. Легче переваривается. Хорошо. Хорошо. А геморрой от чего бывает у человека? Геморрой от долгого сидения, от тяжелой работы. От долгого сидения, от тяжелой работы. Ну, а с пищей как-то связано. То есть, если там пища плохая, она через кишечник проходит, и ты дуешься. То есть, она слюной... Перез пищей... Смотри, вот пища, если которая не смочена слюной, она твердая, попадает в желудок, она не переваривается, тебе нужно опражниться, ты идешь, и она прямую кишку, она же твердая, она не раз... Желудок ее не разэтосамывается, слюны-то там якобы нету. И она эту прямую кишку вываливает. Так? Это надо к врачу идти и согласовать как-то... Хорошо. Пить пищу, чтобы это... Согласовать. Ну, ты же уже ходил там к знатокам, тебе сказали, что нужно тщательно пережевывать пищу. Ты в это веришь? Да, пища-то должна быть, чтобы это... Вздутия не было в животе. Ну, а у меня постоянно вздутие... Ну, путь как бы... Газы задавливают. Газообраз... Ну... Газообразование большое. Ну, на какую-то другую пищу, чтобы этого не было. Ну, как бы так. Ну, у тебя от всякой пищи газообразование? Да, нет, всякой. То есть... Ну, то есть... Хорошо. Специалисты спрашивают. Специалисты. Такая пища, мало газа выделяют. Ну, мы про газ сейчас... Ну, газ, все знают от гороха. Кашу гороховую поел, всё. Ну, я... Пуканье нападает и... Музыкальное. Музыкальное всё. Ну, ты же горох не ешь, от кукурузы можешь быть. То есть... Газы. От кукурузы. Вот. Ну, ты же... От чеснока. От чеснока. От хлеба. От хлеба. Ты знаешь, что от них газы. И ты всё равно чеснок, хлеб и кукурузу жрёшь. Ну, а... Больше чё? Ну, как больше? Вон, у тебя пшонка есть. Пошёл в магазин, там, овсянки купил. Манки. От них газов нету. Зачем ты жрёшь то, от чего тебе не полезно? Ну, чеснок понятно, что там... Простыл, там, это он нужен. Там, чеснок, он от простуды помогает. Одно лечим, другое калечим. Ну, как бы привычка. С детства привык хлеб есть. Так и ем. Вот. А ты в детстве тоже три часа сидел за столом? Да нет. Да, у меня началось... Я работал грузчиком на пищеблоке. Ну, там пища дармовая, но начал по многу есть. Ну, так и закрепилось как-то это всё. А где ты к грузчикам? Сколько лет назад это было? Ну, да давненько уже. А ты вот, когда три часа за столом сидишь, ты из стола выходишь, ты, тебя чувствуя, что ты наелся, досыто наедаешься? Досыто. У тебя нет такого чувства, что ты... Досыто наемся, ну, и хорошо мне. Хорошо тебе. Ну, а если досыто не наемся как-то? Голодный ходишь. Понятно. Понятно. То есть ты вот уже на протяжении длительного времени, то есть ты на употребление пищи тратишь три часа? Ну, я говорю, грузчиком работал, там пища дармовая. Ну, сейчас, ну, понятно. Сначала по многу есть. Сначала по многу есть. Ну, так и закрепилось это всё. Ага, закрепилось. Ну, а ты знаешь, какой есть грех объедения такое? Так я понимаю, но я на физическом уровне уже остановиться не могу. То есть бес объедения вошёл в тебя, и ты от него избавляться не собираешься никак? Ну, избавляться надо. Надо избавляться. А чем бесы изгоняются? Постом и молитвой. Постом и молитвой. Ты молился об изгнании беса объедения? Нет. А постился ты? Нет. То есть себя это ты знаешь, вот, Писание прочитал, знаешь. А кто знает и не делает, в ад пойдёт. Грех объедения, грех ты знаешь, вот, что объедаться грех, это грех, там, объедение. Три часа на приём пищи и сваливаешь, там, зубы, дёсны, там, всё это, слюноотделение, это всё это. Грех объедения. То есть тебе нужно всякий раз обожраться, от до пуза, потом три часа сидеть в туалете. Сколько у тебя на опражнения времени уходит? Ну, на опражнения недолго, но часто. Сколько времени? Часто, я говорю, хожу. Часто ходишь? Сколько ты за... По большому. По большому. Сколько раз в день ты по большому ходишь? Да, я не засекал. Ну, примерно. Ну, ешь, ты говоришь, ну, ладно, там, до меня. Ты один раз поел? Ну, до тебя я опорожнялся редко. Ну, один раз ел, редко опорожнялся. Ну, редко, сколько раз? Ну, я час, два раза ем, чаще опорожняю. Ну, чаще, сколько ты, вот, при одноразовом, при двухразовом, при одноразовом сколько? Три раза? Четыре, пять? Ну, бывают, бывало и раз в сутки. То есть, один раз поел, один раз сходил. Вот. Два раза поел, два раза сходил. Или чаще? Почаще, да. Почаще. Вот, когда ты сейчас ко мне переехал, встал, два раза есть, раза четыре ты ходишь по большому, наверное, в туалет, да? Вот. На один сеанс в туалете сколько времени у тебя уходит в среднем? Да, да у меня еще мочевая система. Ну, ты не говори, там, мочевая система. Сколько времени уходит у тебя на это? Я хочу тебе помочь исцелить. Мне нужно знать, сколько ты проводишь времени. Ну, я в основном из-за мочи страдаю. А, то есть, ты, это, по... Моча, как бы, не полностью выходит. Я посижу, посижу немного, но чтобы остальное вышло. А, понятно. А по-большому ты быстро сходи? Ну, по-большому, быстро. Быстро уходишь, да? Вот. То есть, нету такого, что ты дуешься, дуешься, дуешься... Бывают запоры, но сейчас пища такая, что все это... Нормально, да? Все, все это... Как бы балластной пищи много, и все хорошо, и выходит. Так, а с мочевым что у тебя? Ну, с мочевым что? Он воспаленный у тебя, или что? Когда я знаю, вот у меня у собак, если простудились они, мочевой пузырь, воспаленный, то ей надо писать часто, часто и помаленьку. Она не может. Походил час-два, раз ему пописать надо. Раз, таблетки пропил, все, опять ему достаточно два раза в сутки помочиться, и все. Вот это воспаление мочевого пузыря. У тебя что? То есть ты пописал, и ты дальше сидишь на толчке, еще ждешь, может, еще что-то выдавится, да? Ну... Ну, а если пописал, встал, пошел. Так, не экспериментировал, и потом опять тебе охота? Или тебе охота просто на толчке подольше посидеть? Нет, ну, как бы остается там остаток какой-то, потом немного посидишь, она выходит. А потом опять еще немного посидишь, да? Как ты узнаешь, что уже достаточно сидеть? Сколько времени ты сидишь обычно? По-маленькому, если идешь, не по-большому? Не по-большому, где засекал. Ну, 5 минут, 10, 15, 20, 30. Ну, по-маленькому я быстрее, а когда... Ну, по-маленькому сколько? Да, вместе по-большому и по-маленькому, тогда дольше. Ну, это понятно. Сейчас только по-маленькому. Сколько тебе времени надо, чтобы сходить по-маленькому в туалет? Ну, по-маленькому. Ну, я же не мальчик, говорит. Да. Ну, я знаю, что ты не мальчик, что тебе 8-й десяток, у тебя это там... Минут 5-7. 7 минут, чтобы тебе нужно в туалет по-маленькому сходить? Ну, может, поменьше. А она что там у тебя капает или что? Или быстро течет? Ну, просто задержка. Задержка, как бы... Что-то мешает или что? Ну, так. Яички как-то болезненные. Так и не болят, а вот как заденешь. Ну, больно бывает. Ну, а у врача ты по этому поводу обследовал? Нет. То есть тебя это устраивает? Ну, пока не донимает. Ну, как не донимает? Тебе нужно 7 минут, чтобы... По-маленькому сходить. А по-большому сколько? Минут 20? Ну, по-большому, я говорю, быстро оправляюсь. А, по-большому быстро? Сижу-то из-за этого. Из-за маленького. А ты говорил, у тебя этот... Бутылку-то ты с собой берешь. А, ну, я говорю, геморрой. А, ну, геморрой, это... Ну, геморрой, это ты же тоже время тратишь там? Ну, только подмыть все быстро. Быстро подмыть? Ну, когда бумага, и она кровит, ее раздражает это, геморрой на узел. А у тебя всякий раз кровит, выпадает кишка? Или бывает так? Так кровит, когда вытираешь бумагой или летом травой бывает. Ну, это понятно, то есть. По-большому тебе, вот, чтобы... Вот сел, пынк, водой раз, сколько времени надо? Так я говорю, подмываюсь-то быстро. Ну, я тебе говорю, сколько времени... Да, подмыться, кого-то. Полминуты. Полминуты. А опражнится сколько? Ну, опражнится... Ну, вот, пища сейчас балластная такая. Быстро опражняюсь. Ну, сколько, минута, две, три, пять, да? Да, меньше минуты, может, даже. Меньше минуты. Вот. Понятно. Ну, пища балластная, быстро все выходит. А что значит балластная? Ну, капуста, там же, это... Балластные такие элементы, которые не перевариваются. Ну, я быстро это... Полезно, в общем, балластная капуста. Такая пища балластная. Ну, чтобы быстро выходит. Как кал. Понятно. Ну, когда ешь что-нибудь, один хлеб или что, тогда бывают запоры. Или такую сухую пищу ешь. Запоры бывают. Ну, а когда запор, сколько надо у тебя все это дело продавить? Сколько сидишь? Такое было, я ел пшеницу. Ну, и запор у меня очень такой жестокий был. Я кое-как протолкнул. Ну, после этого продолжал пшеницу есть? Да, бросил, конечно. Бросил. Как же я буду... Что, я сам себе враг, что ли? Понятно. Такой жестокий запор был. Я сидел, наверное, больше часа. Ну, а вот, говоришь, у тебя пучит газы от гороха. Ты тоже запор от этого или нет? Или просто пучит и все? Да, от гороха. Какой запор? Не бывает. Пучит просто. Ну, сейчас ко мне, когда переехал, горох же ты не ел. Пучило тебя? Сейчас кукурузу пучит меня с хлеба. С хлеба пучит? Ну, с хлеба. Ну, может быть, тогда как-то надо уменьшить количество хлеба. Больше там кашки. Ну, вот этот хлеб доеб, да, бросай. Вот. Так, ну, а зубы-то ты почему не хочешь лечить-то? Так, лечить. Десны распаленные. Я хотел вставлять, ну, говорит, еще рано, вставлять челюсть. Ну, говорит, рано еще. Кто говорит? Ну, врачи. То есть, врачи тебе говорят, еще этими зубами можно спокойно жевать. То есть, ты ходил. Ну, были-то не в таком состоянии они еще. Сколько? Целые были. Целые были, да. Ну, ходил врачи. Ну, я сейчас заглянул-то, там, пеньки есть, этими пеньками еще можно там что-то. Ну, жевать-то можно, но десны лечить. Ну, а деснами, мне кажется, они даже если и здоровыми, ими жевать больно. Я вот, у меня зуб выпал, там десна, ну, как бы, ну, как десна. Зуб с нами жевать-то, я пошел, мост вставил, и все. Железный. Тебе там, по-моему, можно штифты, мосты вставить, необязательно. Так, какие штифты? Нет. Да, она всю челюсть вставляет. Становную челюсть. Ну, денег подкоплю, да, вставляет. Ну, ты, когда челюсть, ты, а ты, когда у тебя зубы здоровые были-то, ты, это, ты вот грузчиком работал, у тебя здоровые зубы были? Ну, тогда здоровые были. Сколько ты у грузчиком по времени у тебя уходила на прием пищи со здоровыми зубами? Ну, со здоровыми, там, покороче, конечно. Ну, сколько? Да я уж сейчас не помню. Ну, меньше, чем три часа. Ну, так, конечно. Ну, сколько, два? Ну, десны были здоровые, зубы здоровые. Ну, быстро наедался, ну, я не засекал. Ну, надо работать, я же это. Ну, за 10 минут наедался? Да, ну ты что за 10 минут? Нет, да? Нет, конечно. А за сколько? Ну, больше полчаса. Полчаса? Ну, много съедал, все, дробовая пища. Мясо, мясо наложит, там, побольше. Мясо надо переживать. Мясо надо, да, переживать, его целиком глотать-то. Ну, а мясо, мясо его, и можно так же, котлеты, на пару они мягкие. Нет, ну, так и там что дадут, я же... Ну, понятно. Я в ресторане на выбор, что дадут тебе, то и ел. Ну, а ты вот дома-то у себя мясо-то ел? Да нет, курицу, не ел. Я не любитель в магазин ходить. Больше и... Ну, а ты говоришь, пост нарушал ты. Какими продуктами-то нарушал ты пост? Да... Молоком или что, сало он у тебя, ты привез, смотрю. Ну, это... Вот тебе надо вот такой кусочек сала-то, сколько тебе времени понадобится, чтобы его съесть? Закачать часы, такими зубами-то, долго жмут. Да, да. Часа четыре, наверное, надо будет, да? Ну, а если его порезать мелко-мелко-мелко ножичком, то быстрее дело пойдет. Ну, так можно и на мясорубке. Можно и на мясорубке. Понятно. В общем, надо тебе, наверное, миксер покупать и делать пищу жидкую. И тогда время... А тебе не жалко вот времени на прием пищи? То есть, три часа у тебя уходит. А Евангелие сколько? Жалко, не жалко. Куда деваться, да? Объезд сатана. Голодный. Как-то я не могу голодный из-за стола быть. Нет, ну, понимаешь, голодный. Вот манки влить можно в тебя килограмм-полтора. Две минуты, и ты будешь сытый. Как влить, я тебе говорю, надо, чтобы слюноотделение произошло. А зачем? Я тебе говорю, чтобы желудок это усвоил. А зачем? Желудок усвоил, чтобы разогнать пищу по крови. Ну, а что, если так? В желудке переработаться, и в кровь идет же это. Ну, скажи, ну ты молоко пьешь? В молоко не ешь. И вот эта музыка самая газообразующая. Молоко не ешься, да? Я молоко не могу переварить. Ну, а... Просто квашу, кефир, вот это. Кефир пьешь, да? Да. Ну, ты кефир жуешь? Ну, так ясно дело. Жуешь, да? С хлебом. Не, ну, если без хлеба, ты его... Ну, так... Ну, пополоскаю во рту, ну и проглатываю. А зачем ты его во рту полоскаешь? Да я говорю, чтобы слюноотделение... Слюноотделение. А кто тебе эту дурь такую вот эту вот... Вдемяшил? Какая дурь-то? Ты спросил у Виктора Андреевича. Какая дурь-то? Ну, Виктор Андреевич, он вместе с нами выходит из-за стола. Он не дурит. А ты сидишь, чамкаешь, даже кефир. Таковы у него здоровые зубы. Причем тебе зубы-то? Ты со здоровыми, если ты веришь, что нужно слюноотделение, ты со здоровыми будешь кефир сидеть и чамкать. Кефиру зубы не нужны. Но ты его будешь сидеть и чамкать, потому что тебе дурит. Надо слюноотделение, чтобы он... Вот кефир ты проглотил, не пережевал. Он у тебя что, по крови не пойдет, что ли? Пойдет. Ну, газообразование будет больше. Без обработанной слюны. То есть, если ты выпьешь стакан воды или морса с вареньем, не пережевывая его, он у тебя не усвоится, и тебя распучит, и все, и вообще смерть настанет. То есть, нужно все пережевать. Ну, газообразование будет больше, я тебе говорю. От чего? От воды? От пищи. Ну, и сейчас про жидкую говорим. Ну, и про жидкую так же. То есть, если ты сейчас кефир поешь, вот, чуть-чуть хлебушка туда, все, и прямо его не пережевывая сглотишь, что произойдет с тобой? Газообразование будет больше. Не усвоится в желудке. И что? Не переварится. Не переварится. И что? Зашлакованность. 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 И что? Ну, как, как, что? Отравление? Отравление. Отравление. То есть, вот смотри, вот в общине мы, у нас уходит полчаса на прием пищи. Ну, так это же одноразовое. Это в неделю раз. Что в неделю раз? Ну, в неделю раз вы так и торопитесь. Почему в неделю раз? Мы и дома по полчаса едим. Ты что, думаешь, все по три часа, как ты, дурочки едят, что ли? Виктор Андреевич, сколько времени уделяет? А если фон, он твои, допустим, взгляды разделяет, что пища должна быть тщательно пережеванная. И чамкает так же, как и ты, по 10 живков на аду. Я не знаю. У его дочь-то это, как бы, по этому делу, по пищеварению. То есть, она тебе эти мозги промыла, да? Нет, я просто говорю, она поди его это. Научила по три часа жрать, да? Давай сейчас ему спросим, Виктор Андреевич, сколько времени у тебя уходит на прием пищи? Она как бы консультирует ее. Как бы консультирует, да, да. Но она тебя тоже консультировала, эта дочка? Да нет. Нет, откуда ты про нее знаешь? Ну, я был у нее на приеме. И она, да, и она тебе сказала, Вася... Виктор Андреевич водил меня. Да, по какому поводу? Ну, просто обследоваться. Обследоваться, да? Что она тебе обследовала? Ухо, горло, нос? Желудок. Желудок, да? А что у тебя с желудком было? Ну, как бы небольшой гастрит, что ли, там. Небольшой гастрит. Лампочку глотал ты, нет? Глотал. Вот, язвы не было, да? Нет. Не было, да. Ага. И от чего причина-то? Какая гастрита у тебя была? Чего она тебе сказала? От пищи. От пищи. Не потребую. Непотребный. Ну, я так, 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 свое умозаключение. Это ты как раз, вот, ты грузчиком, когда грузчиком, наверное, работал? Она-то ничего вроде не говорила. Ну, понятно. Ну, ты сам как считаешь, какая у тебя пища была непотребна? То есть ты по многому ел? Ну, это ты, когда грузчиком работал, или это уже когда? Да почему? Ну, грузчиком-то там у меня разнообразно. А, ты давно была грузчиком работала. А здесь, когда с Виктором Андреевичем уже года три назад, да? Грузчиком. Да, тут питание такое. То в сухомядку, то в сухомядку, то питание... А ты, когда у тебя зубы здоровые... Питание было из рук водных. Понятно. У тебя, когда зубы были здоровые, ты тоже тщательно пережевывал пищу? С детства это тебя приучили, что нужно по 10 раз на один живок минимум чамкать. А если твердая пища, сколько надо оживков сделать, чтобы слюна отделилась? Ну, так это, по телевизору вот это... Ну, по телевизору, да, понятно, они там чё платят деньги, а не балаболят, чё попало-то. Сколько нужно оживков? Вот тебе картошку переживай, чтобы слюна отделилась, чтобы она усвоилась, чтобы там ничего не это... Сколько нужно разживнуть? Ну, я не знаю, ну... Ну, врачи чё там по телевизору говорят? Да нет, просто я разжевываю, чтобы это в горле не застряло. Ну, разжую. Нет, чтобы слюна отделилась. Ну, и слюна, чтобы в горле не застряло. Чтобы в горле не застряло. Нет, ну, а кефир же он же не застревает. И чтобы... Кефир-то, ясное дело, у меня это редкая пища такая. Ну, редкая, понятно. Ну, вот чтобы твёрдую пищу ты ешь, например, хлеб, да? Сколько нужно его разжевнуть, чтобы слюна отделилась и можно проглатывать? Вот кусочек ты отловил? Я сейчас размачиваю всё. Я сейчас уже водой размочу и... Ну, и... Ну, понятно. Не мешаю всё это. Ну, вода же, это же не слюна, надо же... Ну, быстро так. Хлеб с водой. Быстро. То есть размощенный хлеб с водой, и всё равно у тебя на это уходит 3 часа? Нет, не, я быстро. Ну, ты ещё только что перед этим сказал, сколько у тебя уходит времени? Ты говоришь, 3 часа надо, чтобы поесть. Ты 3 часа у меня сидишь, я ухожу. Вот. Мне идти нужно, да? Нет, ну, так я картошку ею, капусту... Ну, картошку, капусту ешь... Она же жёсткая пища... Жёсткая... Капуста, да, жёсткая, и мы у тебя спросили, ты пережуёшь? Ты сказал, пережуёшь. Ну, пережуёшь, но долго. Долго, понятно. А если бы капусты не было, сколько бы времени у тебя надо было бы уйти на приём пищи, чтобы на истя, без капусты? Ну, без капусты. Ну, если я много еду, дольше на еду. Сколько времени надо? Вот с капустой... Ну, ты сам же говорил, 3 часа где-то там. Ну, с капустой 3 часа. Или без капусты 3 часа? Или без капусты тоже. Без капусты тоже 3 часа? Да. Ну, а ты же говоришь, что капуста твёрдая, её нужно пережёвывать. То есть тебе... Да, кукуруза твёрдая, я кукурузу ещё ел. То есть без разницы, какая пища твёрдая или мягкая, всё равно тебе нужно 3 часа на приём пищи, чтобы слюна отделилась. Так? Не, ну, твёрдая, кроме хлеба-то, там всё твёрдая.